Меня зовут Алексей Антонов, я занимаюсь инвестициями финансовыми и принес вам лекцию по финансовой грамотности или как разбогатеть медленно, но верно. Чем я вообще занимаюсь? У меня есть фонд Кайманский, который инвестирует в разные интересные задумки, в основном это криптовалютные стратегии. У меня есть несколько стратегий на классических рынках, то есть основная моя компетенция это экономика, ручная макроэкономику, управление портфелем, управление капиталом и что вообще на этом рынке происходит, что с этим делать. Соответственно, у меня есть некоторый опыт о том, что, как мне кажется, нужно делать обычному человеку, который вообще с этим никак не связан, для того, чтобы у него в концовке осталось больше денег. К сожалению, лекция будет больше как грустная пилюля, чем как сладкий буболех, например. И никаких способов быстро разбогатеть мы тут не узнаем, потому что мне они неизвестны. Основная проблема с накоплением капитала выглядит следующим образом. Я сейчас буду креативить. У нас есть некая функция, где у нас будет дисциплина, тут у нас будет знание, тут у нас будет удача. Это примерно в соотношении по важности, что вам нужно знать для того, чтобы у вас через время становилось больше и больше денег. Вот самое главное это, к сожалению, самодисциплина. Некоторые знания нужны и удача в самой меньшей степени. Это если мы говорим о длительном периоде, если мы говорим о коротком периоде, пусть будет L маленькая, то тут все меняется наоборот. То есть, чтобы заработать быстро, вам должно очень повезти. К сожалению, от нас это не зависит, удача в нашей жизни, поэтому вариантов супер быстро разбогатеть я вам предложить не смогу. Вернее, я не смогу предложить надежных вариантов быстро разбогатеть, потому что мы можем либо разбогатеть быстро, либо разбогатеть надежно. Удается, соответственно, это мало кому. Почему тяжело разбогатеть быстро, как вы думаете? Потому что все этого хотят. Да, высокая конкурентная среда. Вот штука, которую когда-то я понял, и она очень сильно повлияла на мое восприятие рисков в жизни и всего такого, экономика мировая, она растет на несколько процентов в год в целом. То есть, вы, вот если вы ничего не делаете и возьмете, распределите все свои деньги по всем возможным инвестициям мира, то в среднем они будут давать несколько процентов. Все, что выше, вы берете определенный риск. Значит, вам надо либо оказаться в нужном месте, либо выбрать какие-то правильные бумаги, либо выбрать правильное казино. То есть, что угодно, что будет сопутствовать с определенным риском. И чем выше эта доходность, тем выше риск, который вам придется на себя брать. Соответственно, фраза, которая меня тоже когда-то очень сильно проследила, потому что, ну, мне про это все легко и интересно рассказывать, потому что я всю жизнь занимаюсь просырянием денег в разных странных ситуациях. Я играл в покер профессионально 4 года, у меня было промышленное производство, я занимался продажей компьютерных комплектующих. Это все еще до того, как я там начал торговать на бирже, вот это все. И количество разных авантюр разной степени сомнительности, в которых я поучаствовал и на которых я засадил бабки, оно не поддается никакому подсчету. Про большинство из них лучше не рассказывать, вот. Потому что они не все легальные, большинство позорные, потому что сейчас я думаю, как я мог быть таким дураком, чтобы вот участвовать, допустим, чтобы вот этим людям дать денег или чтобы поверить, что вот эта идея может сработать. Поэтому некий опыт накопился и будет круто вам его за часик рассказать. Больше сложных формул не будет, но это то, что вам надо запомнить, что дисциплина, к сожалению, и самая грустная, это самое главное из того, что может вам пригодиться в зарабатывании бабла. Так, что еще у нас из обязательных лекционных дел? Наверное, вы тут все молодцы, выключили свои телефоны и не будете в них залипать, вот, чтобы не мешать окружающим. Далее, я буду писать, но не очень много, для того, чтобы у вас что-то отложилось. О чем будет наша лекция? Краткий план. Первое, я вам расскажу, что такое богатство, могат писать рукой, и капитал. Мы с вами поговорим о том, что это вообще такое, что за богатые люди, как они выглядят, чем они занимаются, то есть в чем, собственно, богатство. Второе, мы с вами поговорим про кредиты и долги. Поговорим, что это, что с этим делать, хорошо это, плохо это, какие долги хорошие, какие долги не очень хорошие. Третье, мы с вами поговорим про расходы. Четвертое, мы с вами поговорим про активы. В основном, те, кто меня читают в интернете, им вот это все нахрен не интересно, скажи, что купить. Что нам купить, чтобы завтра это стало дороже? Когда ты начинаешь что-то объяснять, почему это не работает, ну, теряешь примерно половину аудитории. Поэтому я оставлю это напоследок, чтобы не ушли раньше времени. И третье, самое грустное, но самое важное, это дисциплина и время. Начнем, соответственно, мы с вами с первого пункта. Многим кажется, я сейчас буду говорить немножко об очевидных вещах, потому что вы живете, видимо, в Москве, работаете в центре Москвы, не в самой плохой компании, соответственно, скорее всего, сюда набрали не дураков, ну, я предполагаю. То есть, думаю, что я буду говорить для вас довольно-таки понятно, но все-таки мы про это немножко поговорим, что богатство это не траты на красивую жизнь, не признаки богатства. Ну, мне потребовалось долгое, ну, довольно много времени, чтобы до этого дойти, на самом деле. Поэтому я это включаю обязательным образом. Богатый человек – это человек, у которого есть активы. То есть, про это написано везде, про это сказано везде, но все равно большинство, так сказать, уважаемых хипстеров города Москвы про это все равно не знает. О том, что богатство – это не то, как вы классно проводите время, не в каких ресторанах вы бываете, богатство – это когда у вас есть активы, которые приносят вам бабки, когда у вас есть капитал, когда у вас есть примерное понимание, что с вашими активами будет в дальнейшем, и денежек вам капает больше, чем вы тратите. То есть, вот когда вы перелабываете вот эту ситуацию за счет чего угодно, за счет того, что вы сдаете машины места где-то там в Строгино кому-то, за счет того, что у вас есть акции «Газпрома», которые не заплатил в этом году дивиденды, за счет того, что у вас там какой-то фарминг каких-то токенов в DeFi, в крипте, за счет того, что у вас доля в каком-то бизнесе, у вас капают какие-то агентские из каких-то продаж, вам капают бабки постоянно. Соответственно, богатые люди – это не те люди, которые могут себе позволить пойти в какой-то классный ресторан и кучу денег засадить. Это все только второстепенный признак. Богатство – самое хорошее определение – это свобода выбора. Когда вы можете за счет денег, которые приносят вам что-то, уже заниматься тем, чем вам нравится. Жить, где вы хотите, заниматься любимым спортом, тратить время на творчество, обеспечить перспективе какой-то своей семье. Вот это вот все – это богатство. Все остальное – это не очень богатство. Соответственно, новый айфон, фотки из отпуска – это все имеет такое в себе посредственное отношение. Но поскольку, кстати, к вам это очень близко, должно быть по роду работы, потому что вы наверняка собираете что-то красивое все время для кого-то, для того, чтобы люди покупали, понимали, им было удобно. Правильно я говорю или нет? Да. В чем работа состоит? В целом же в этом. Соответственно, процесс, как внедрить человеку в голову идею, что ему что-то нужно, или ему кем-то нужно, или ему где-то нужно, наверное, нам очень сильно близок. Соответственно, вы понимаете, что человеческое слаб, слаб и глупо, на него легко повлиять. И мы живем в таком мире, что нам, чтобы обгонять наших всех других особей, поставить, нужен вот эти замечательные гармончики. И если мы что-то где-то увидели, и у нас этого нет, и у нас так плохо живется, и мы не можем нормально функционировать. К сожалению, вот все, у меня нет айфона, как я буду жить? Там, нового, не знаю, хоть. Придумайте любой пример. Нет тачки, я сегодня не ходил, кальян не курил. Что-то вот у меня всего не хватает. Вот все, не могу теперь работать, ничего не могу делать. Это так мы устроены, к сожалению. Чтобы надежно разбогатеть, придется это все дело как-то все-таки побеждать. К сожалению. Что за капитал такой? Важная вещь, которая тоже ни хрена не очевидна, но мы про нее поговорим. Она не очевидна даже для очень многих людей, которые заняты в финансовой сфере, вроде работников банков, всех остальных, потому что они мыслят очень коротким горизонтом. Рынки в целом растут. То есть вот все активы, все нужное, полезное, хорошее, дорожают со временем. Потому что люди печатают деньги. То есть у нас, что бы мы ни делали, но постепенно государство, им это очень удобно, им это приятно, им это выгодно, занимается монетарной политикой. Обычно в ту сторону, чтобы напечатать себе денег на разные расходы, я сейчас типа суперсильно утрирую, для того, чтобы много времени на это не тратить. Но у нас есть эмиссия, у нас есть Центральный банк, Россия, ФРС США, ЕЦБ, они все занимаются монетарной политикой. Все занимаются тем, как бы правильно регулировать крайник, создающий новые деньги для решения своих вопросов. Все слышали, там видели картинку с кучей мемов, фотошоп, внешний долг США. Там миллиард, триллионов, тысяч, триллионов долларов. То есть сколько штаты могут себе позволить напечатать дополнительный денег, если мы это себе монтрируем, ну условно, назанимать там всем. Все дали США денег взаймы, а себе положили бумажки о том, что штаты им должны. То есть через этот механизм денег становится больше. За последние два года долларов стало больше на 40%, то есть напечатали 40% всех существующих долларов. Соответственно, что происходит из-за этого в результате, когда печатают деньги, что происходит, что-то, 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 инфляция. Совершенно верно. Чтобы спасаться от инфляции, у вас должны быть активы, которые постоянно растут в цене вместе с инфляцией. И так получается, что обычно это доли в бизнесе, то есть акции компаний. Один из немногих слайдов, которые я для вас приготовил. Квартиры тоже подходят. И много всего другого. Вот мы тут можем видеть, что в последнее время это индекс S&P, то есть все топ-500 американских компаний по считанных местам. Тут мы видим, что он чуть подупал. Но для чего я вам это нарисовал, возможно, не всем видно. Но с 1997 года он растет. И в целом активы растут. То есть большую часть времени, если вы хотите управлять капиталом, вам нужно быть в рынке. Ваши деньги должны быть где-то. И вот вся работа по построению богатства, она заключается в том, что надо приобрести себе как можно больше активов. Типа супер банальшина, которой никто не занимается, как правило, потому что это сложно. Какие активы, куда бежать, что делать, ничего не понятно. Если я вам открою какие-то другие индексы других стран, в большинстве своем они растут. Даже если все упадет завтра, там, ну, я, например, думаю, не инвестиционные рекомендации, но мне кажется, что должно припасть до 300-200, например. То есть мы ожидаем сильную рецессию в США, мы ожидаем, что все рисковые активы попадают, но глобально активы растут, им становится лучше, и для того, чтобы у вас были деньги, можно владеть какими-то активами. Приведем пример. Это умный слайд. Чтобы вы не думали, что я тут с какой-то чепухой пришел. Это пример, чтобы не брать Газпром, который не заплатил дивиденды, и не плакать. Вот вам примерно, как выглядит покупка супер скучной акции компании Coca-Cola. Компания Coca-Cola это супер скучная компания, это не Uber, не Tesla с ней, ничего не происходит. Люди и так сыпьют Coca-Cola, она медленно трансформирует бизнес, больше там как бы как через Digital даже, ну раз заговорил, скажу. Что интересно в компании Coca-Cola, они уходят от производства и продажи напитков и начинают работать как софтверная компания. То есть у них другие компании по их лицензии открывают заводы, они занимаются брендом, пиаром, рекламой, вот этим вот всем, и говорят, вы можете выпускать нашу Coca-Cola. То есть у них есть трансформация, но она довольно медленная. Тем не менее, если мы вот 7.01.2011 в купил акции, это я ткнул наугад, которые стоили 33 доллара. Сейчас они стоят 64, плюс нам заплатили за это время дивидендов, и мы получили как бы, ну примерно 8% доходность на доллары годовых, что очень-очень хорошо для долларов. Сейчас, конечно, чуть хуже, но в целом, даже скучная, занудная компания Coca-Cola позволяет неплохо наращивать капитал. Тем более, если мы говорим про доллары. Если я тут поколдовал и какой-нибудь «Газпромнефть» вам сунул, там вообще можно космические деньги зарабатывать, даже несмотря на последний провал. Потому что дивиденды, они платят, видите, справа график, 2%, 3%, то есть очень мало, они по идее не бьют инфляцию в этом смысле, но есть компании, которые в основном мне нравятся, китайские, какие-нибудь инфраструктурные, владельцы автомобильных дорог, которые постоянно собирают деньги, угольные компании, компании, которые занимаются нефтью в Бразилии, они платят конские дивиденды, ну по меркам, что можно получить 8% в долларе. Российские компании тоже, вот этот весь, все крики, не знаю как вы следите за финансовым телеграммом по поводу Газпрома, который не заплатил обещанные там огромные дивиденды, всех ждали, для России это нормально получать 15% дивиденд, типа круто, вот с такими дивидендами за 4-5 лет ваша покупка окупается, соответственно дальше акции начинают приносить вам деньги, воспринимайте это как ваше участие в мировом богатстве, вот эти хитрые рептилоиды придумали свои какие-то финансовые рынки, понаделали каких-то бумажек, выпустили, и вам нужно купить долю, вам нужно наработать себе эту долю, к сожалению, вам нужно купить у них часть, и теперь вы в этом участвуете, теперь у вас немножко Микрософта, немножко того, немножко Роснефти, немножко какой-нибудь китайской Шэньхуа Энерджи, и вроде бы как вы уже в теме со всеми, типа в доле, вот, но к этому надо прийти через некоторое время, я вас призываю, не призываю просто, конечно же, там, завтра все бросить, заняться финансовыми рынками, это просто пример, что происходит с активами, и еще один пример, что происходит с плохими активами, это стоимость, примерно, я зашел сегодня на вторую, вот как ведет себя цена на Мерседес Бензе, С-класса, помимо того, что он, наверное, ломается, и в целом ездит хуже, с его ценой ничего хорошего не происходит, в целом, как вы видите, на протяжении многих лет, цена идет все ниже, и ниже, и ниже, и ниже, при том, что деньги еще становятся дешевле, 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 это все очевидно, но на всякий случай мне надо было об этом вам сказать, что... За последние три года другая, немножко с этого... Да, но за последние три года чего только не происходило, тем не менее, если вы посмотрите, например, в долларах, там будет не сильная разница, просто рубль очень сильно плохо себя чувствовал какое-то время, и действительно, у нас был дефицит, нарушение цепочек поставок, да, в последнее время, да. Сейчас, наверное, будут падать цены на машины, потому что... Сейчас проблема, на мой взгляд, у автодилеров, в том, что они за дорогой бакс покупали себе огромное количество машин, которые они сейчас не могут дешевле продать, поэтому продажи на 84% упали сейчас на новые автомобили, просто никто по этим ценам не покупает, раз, плюс ситуация тревожная в мире 2, и никто не хочет рисковать. Соответственно, и сидят с этими машинами, дешевле они их не могут продать, вот, ну, непонятно, что делать. Что будет с машинами? Ну, наверное, какие-то хорошие машины какое-то время будут держаться в цене, но все равно это такой предмет, замените его, поставьте здесь iPhone, MacBook, что угодно, какое-то время, но это еще хороший пример. Большинство вещей, на которые вы потратите деньги, они либо сразу же потеряются, например, мы сгоняли в клуб, потусить, взяли хороший стол, вау, шампанское, класс, все, денег нет. Либо оно как-то теряет цене, но тоже не очень супер хорошо, потому что оно не зарабатывает деньги, а вам нужно иметь такие активы, которые зарабатывают деньги. Ладно, не будем сильно на этом заморачиваться, но вот этот график чуть-чуть повесит. Перейдем к пункту 2. Кредиты и долги. Тут у меня два супер совета для вас. Догадаетесь, какие? Не берите кредитов. Не берите кредитов, совершенно верно. Кредиты это полное дерьмо. Не стоит брать кредитов ни на какие потребительские штуки, потому что это невыгодно. То есть очень многие люди почему-то думают, что это нормальная идея, вот мне на что-то нужны деньги, я займу. Это не бывает выгодно практически никогда, потому что ну тоже банально, но какой смысл банку вам занимать выгодные деньги? Никакого смысла нет. Я сразу дисклеймер для возможных будущих зрителей. Я хорошо отношусь к заемным деньгам, которые потрачены на что-то. У вас есть стартап, взяли там convertible note с хорошим процентом. Вы знаете, вы заняли денег на бизнес, или хотя бы вы думаете, что вы заняли денег на бизнес. Ну то есть я бы, я супер отношусь к кредитам, если банк мне дал 100 миллионов долларов по 3 процента, я бы с кайфом взял, я знаю, что с ними делать, банк не согласен просто мне давать. Но большинство кредитов, которые ведут граждане, подавляющее большинство, это совершенно отвратительные, подсеки, дебильные, высокие проценты. и самые дебильные это кредитные карты. Редитные карты не могут быть выгодными априори. У меня есть, да, салфайк тут ненадолго, я тут картинку дошел, небольшой фейл, я хотел замазать банк, чтобы не указывать, но потом я перемешал картинку, и он оказался не замазанным. Ладно. Как видите, я не дизайнер, меня в студию Лебедева скорее всего не возьмут. Не будем смотреть, что это на банк, за банк, но примерно их предложение все одинаковое. Чувак, тратить деньги никаких процентов, 50 дней у тебя там грейс период, то, сё, катое, десятое, 88% заемщиков не укладываются в этот период и все равно платят. Вы, конечно, можете думать, что вы умнее, что вы там увернулись от какой-нибудь теньковской страховки займа, которую непонятно откуда взялась, что вы все везде предусмотрели, супер отдали. Обычно это так не бывает. Потребление в кредит губит вашу будущую финансовую стабильность, не дает вам покупать какие-нибудь хорошие акции, пока они дешевые, например, сейчас. Потому что вы заплатили много процентов банку всяких разных. Соответственно, если неотличный, ну про это я думаю, что про инфо вообще говорить нечего, но на всякий случай я привел и эту информацию о том, сколько примерно по сравнению с банковским вкладом берут инфо, потому что есть люди, которые занимают их в таких компаниях. Я думаю, что здесь таких нет, но на всякий случай я должен вам про это сказать. Кредиты плохо, единственное нормальный займ это, понятное дело, ипотека плюс-минус. Ипотека с ней можно жить. Я бы, конечно, ну лично я, лично я жил всю жизнь в съемных хатах, пока у меня не появилась возможность купить ее разом, просто взять и отдать. Но не все готовы так спланировать свою жизнь, не всем так повезет, не все такие старательные. Поэтому я понимаю людей, которые берут ипотеку, есть хорошие периоды для ипотеки, не очень хорошая тема для отдельной лекции на час, что делать с этими ипотеками. Но в целом ипотека ок, все остальные потреб, расходы надо сократить, не тратить их. С кредитами понятно, расходы, опять всякие грустные буду вам вещи говорить, но пока вы не зарабатываете с капиталом значимых денег, если вам хочется построить какое-то большое серьезное финансовое будущее, придется меньше тратить. То есть надо сделать так, чтобы у вас что-то оставалось. Я сейчас уже вижу, по вашим лицам пришел, чувак затирает такую банальщину просто максимальную. Меньше тратите, откладывайте бабки. Да, проблема, что никто это не делает, вообще никто этого не делает. Людям для того, чтобы понять, что вообще нужно было делать, например, лет так с 25, где-то годам к 45 примерно голова доезжает до того, что можно было сделать. Я просто вам скажу авансом, невозможно не сколотить капитал, нормально следуя здравому смыслу в течение 10 лет. То есть если вы просто 10 лет ближайших начинаете вести себя нормально по отношению своим деньгам и думать о том, что покупать, куда их тратить и в сверх доходы вместо своих каких-то моментальных желаний суете туда, куда их надо, очень трудно не разбогатеть. Мало реально, потому что 10 лет это довольно много. Люди обычно переоценивают, что они могут сделать за год и сильно-сильно недооценивают, что они смогут сделать уже за 5 лет при правильном подходе. К сожалению, думать про это на смертном Андрея уже поздно, но вроде бы тут средний возраст у вас лет так примерно 27-28, я не знаю, может даже и поменьше. Вроде умирать никто не собирается, поэтому время есть, чтобы этим всем позаниматься. Чем раньше начнете, тем лучше. Обычно люди тратят гораздо больше, чем хотели бы даже, и гораздо больше, чем необходимо. Для этого есть несколько методик, как бороться со своей беззалабельностью. из того, что самое надежное, ты просто карточку оставляешь дома, берешь с собой кыша, сколько ты собираешься подрать, особенно в пятницу. Прямо работает бетон, потому что еще надо, чтобы никто тебя не мог занять, конечно, но это уже надо работать с кандидатурами, не говорить мне, не занимай ни в коем случае. Финансовая дисциплина самая проблемная, потому что наш мозг все время что-то хочет, мы это увидели, мы это захотели, нам кажется, ну так уж мы устроены, что если мы получим сейчас вот это что-то интересное, наша жизнь изменится к лучшему, и поэтому мы тратим время, ресурсы, деньги, эмоции, чтобы это получить. Поначалу это действительно радует, ну примерно минут 10, вот, а потом уже нет. Соответственно, самые большие проблемы из людей, с которыми я общался на тему финансовой грамотности, они где-то заработали денег, им выдали премию, у них что-то сложилось, какой-то классный проект, где-то выдали бабла, что делать, вот я хочу тачку обновить, я хочу то, хочу все, какие-то там, ну то есть, вместо того, чтобы подумать, блин, это мой шанс, там составить себе какой-то нормальный институционный портфель в какой-то веке, обычно, ну там максимум купить себе недвижку или что-то еще, что тоже мне кажется не супер вариантом, потому что покупка недвижимости это самый такой, вот если вообще нет никаких идей и не хочется вот никак разбираться ни в чем, вот я пойду, вот самые тупые деньги идут в недвижку, потому что как бы в хорошей недвижке всегда будет целая куча капитала, любой банк в хорошие проекты по недвижимости зайдет, этим займет, займет там соответственно ритейлу, то есть нам, людям, для которых это не работа, мы можем купить только квартиру себе и жить в ней, купить квартиру для инвестиций как бы лучше рынка, ну дешевле, заработать на этом больше, чем мы заработали бы в других местах практически невозможно, потому что там есть профессионалы и любую условную, если можно там за 95 копеек купить рубль, они его купят, вам останется только купить рубль за рубль и 10 копеек, у вас не будет возможности как правило где-то какую-то классную сделку совершить, поэтому как я считаю тратить какие-то суперденьги, если где-то что-то повезло, вы накопили на недвижку, это тоже не суперхороший вариант, ладно, про красивую жизнь мы с вами поговорили, а на что же стоит тратить деньги, на мой взгляд, сейчас уже просто пойдет Тони Робберс фактически, на мой взгляд, спорт, я вам просто перечислю, потому что меня критикуют, я конечно вот эти все темы раздувательные, говорят, ну а что ты за завода такой, а чем нам вообще заниматься, где радость, где радость жизни, я состоял список, таблички, во-первых, таблички, да, есть, во-первых, спорт и здоровье, бесконечно можно этим заниматься, там очень много дофамина, мы с вами говорим, мы же с вами роботы, роботы по зарабатыванию денег после этой лекции, но для того, чтобы себя как-то порадовать, нам нужен дофамин, нам нужно что-то еще, вот я вам перечислю несколько способов получения дешевого и качественного дофамина, я вам могу сказать, что я как бы пройдя большой круг через покупку там разных автомобилей, часов, Мальдив и всего остального, я вернулся сюда обратно, вы можете сэкономить очень сильно время, если сразу же начнете этим заниматься, это не прикол, я не шучу, ты приходишь сюда обратно, вот обеспеченные граждане, клиенты, инвесторы, с которыми я общаюсь, они вот примерно сюда тратят все свое время, после того, как они уже купили все, выложили фотки в инстаграм, им это надоело, они удалили инстаграм, и вот это все, вот спустя эти пять лет, то есть тут мы обозначим познание мира и творчество, это, наверное, вам немножко должно быть знакомо, созидание, то есть вот вам топ-4 интересных мероприятий от Алексея, во-первых, да, действительно, есть куча классных спортивных движок, которые стоят ровно 0 плюс-минус 0, я, наверное, в прошлом году, прошлым летом встал на скейт в 33 года, ну, блин, классно, на нем можно ездить, оказывается, не падать, и вообще так здорово, у нас столько парков, оказывается, в Москве, классно, и здесь все бесплатно, просто ездишь, ездишь, понятно, семья, вкладываться в отношения, в общение, обычно это тоже не очень дорого, если для вас это дорого, то, наверное, это не супер правильные отношения, не так, что подходит, лично для меня мало что интереснее, чем разобраться, как что-нибудь работает, просто выяснить, а вот, а это как, а кто так, а вот это вот что, потом дальше читать, 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 я могу этим бесконечно заниматься, вот до того, чтобы читать какую-то книгу по какой-то узкоспециализированной тематике, и такое нифига себе, вот как оно устроено, я уверен, что у вас тоже есть целая куча замечательных занятий, ну, и творчество, я люблю писать, мне нравится писать какие-то тексты, я их переписываю, сокращаю, сам там в диалог вступаю с читателем, думаю, ага, он бы ответил на это, вот это, а я так сразу напишу, чтобы он это не ответил, и меня это дико увлекает, вы, скорее всего, умеете что-то красивое собирать в голове, на компьютере, это тоже драйвит сумасшедше совершенно, и вот пока вы не накопили большой инвестиционный портфель, можно заниматься вот этим, потом вы, в принципе, продолжите этим же и заниматься на самом деле, потому что красиво потратить деньги, это очень-очень сильно лимитированное удовольствие, ну, ты потратил деньги на что-то еще, потом у тебя еще круче, потом еще круче, а потом все, ну, примерно лимит, то есть полезность вот этого всего, она идет как по логарифму, вот тут у нас полезность, тут у нас затраты, то есть первое там, условно, 10, там, не знаю, миллионов рублей, назовем это так, это вау, вау, нифига себе, как быстро поменялось, моя жизнь как сильно, но чем дальше вы идете, тем меньше вот эта разница, потому что условно там, разница между, не знаю, там, BMW какой-нибудь там, трешкой, и S-классом заряженным, она уже, вот, ну, то есть, там, места побольше, она что-то там, кого-то можешь обоганать, я понимаю, что это все звучит странно, пока ты это сам не попробуешь, но, если есть возможность избежать вот этой херни, то лучше сразу же избежать, возможно, я поздно повозрослел, но для меня это было не всегда понятно, для большинства людей, ну, судя по тому, на каких постах под инстаграмом, сколько лайков, это вообще, то есть, темный лес, они готовы целый день, даже чужим дофамином питаться, смотреть, а кто как красиво, к сожалению, всегда у кого-то что-то круче, особенно в Москве, ты никогда не будешь самым красивым, самым модным, ты никогда ничего не будешь делать лучше всех, потому что, камон, очень сложно в этом добиться, всегда будет какой-то человек, который превзошел тебя просто вот в этом конкретном, а может быть во всем, что бы ты ни делал, поэтому вот заниматься, там, так сказать, стимуляцией своего эго, практически никакого толку, если это как-то облачить практические советы, покупайте БУ, например, автомобили, разные вещи, я вот вообще не заморачиваюсь, там, я раньше покупал что-то, что-то новое и дорогое, последнюю тачку я взял уже с рук, потому что, ну, зачем, какая разница, она просто подешевеет практически сразу же, меня вообще, ну, кого-то облавывает, меня не облавает, а что-то на Авито себе посмотреть, то есть, вот места, где можно сэкономить, даже, ну, сейчас у меня нет такой потребности в экономии, но, я все равно к этому ок, типа, что-то новое купить, какие-то свои шмотки продать, например, жена постоянно продает на Авито, она уж там топ-селлер, всякую фигню, которую я купил когда-то, у меня там уже 40 отзывов, она как будто там и работает, огромное количество, постоянно что-то продает, 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 и нормально, деньги в бюджет, раньше я так этим не сильно занимался, вот, ну, и, чуть-чуть возвращаясь назад, мы с вами поговорили про расходы, на что стоит тратить деньги, на мой взгляд, ну, и понятное дело, что на одних, на одном сокращении расходов, далеко не уедешь, нужно больше зарабатывать, к сожалению, это тоже тема для отдельной лекции, книги, жизни, но, я могу вам два суперсовета дать, чтобы сильно больше зарабатывать, нужно хотеть сильно больше зарабатывать, и тратить на это много времени, вот, что мне помогло, то есть, нужно делать как нужно, да, а как и не нужно, делать не нужно, по крайней мере, ну, не знаю, как у вас, но мы не берем на работу скучных людей, у которых есть еще какая-то жизнь, то есть, если им там куда-то надо домой, если у них там есть какие-то еще там, из перечисленных новичей, мы стараемся, чтобы таких людей у нас было поменьше, мы тоже, чтобы люди прям готовы были с нами здесь сегодня умереть, вот в этом офисе, тогда да, тогда получается, и действительно, ну, мало людей, которые действительно хотят работать больше, продвигаться по специальности, тема отдельной лекции, ну, вы прекрасно знаете, что если хочешь построить карьеру, есть голова, то это можно сделать, это нужно сделать, просто потом не надо все деньги выкидывать на всякую чепуху. Четвертый пункт. Активы. Тут есть супер важная мысль, которая тоже не сразу мне далась, большинство она недоступна, я вам расскажу, мы не выбираем доходность, которую мы хотим иметь, мы не выбираем активы, которые мы хотим иметь именно в конкретно, в перспективах, мы выбираем риски, которые мы хотим нести, то есть, когда вы подбираете себе что-то в портфель, неважно, решили вы сделать второй бизнес по производству значков и продажи их в инстаграм, или вы решили купить какую-то акцию, или вы решили там, загородный дом какой-то построить, сдавать его в аренду, в перспективном месте у озера, вы выбираете риски, связанные с этим активом, и вот через это надо мыслить, если мыслить через это, все получается гораздо лучше, потому что вы понимаете, так, не знаю, на дом нападет медведь, съест людей, потом я буду виноват, там, инстаграм, так, заблокируют в РФ, слишком большая конкуренция, там, и так далее, то есть, если вы мыслите через это, вам гораздо легче подбирать себе портфель, люди, к сожалению, большинство клиентов, большинство брокеров, они такие, а что завтра вырастет, а что мне купить, что классное, что модное сейчас, что на хайпе, то есть, они пытаются вечно играть в эту дебильную игру, я сейчас куплю что-нибудь, что завтра купят все, ну, они не профессионалы, и обычно они покупают последними, и такие люди всегда за все платят, то есть, вот стратегия покупки активов, я куплю за тем, чтобы следующий дурак у меня купил дороже, она обычно плохо работает, она супер ненадежна, в ней нужно быть профессионалом, и то ты постоянно рискуешь, поэтому нужно покупать активы, которые приносят бабки, вот, соответственно, если мы хотим возбогатеть надежно, нам нужно много работать, и мало рисковать, покупать такие активы, которые приносят что-то, вопрос выбора активов, это уже отдельная тема, нам надо просто понять, что мы, если мы хотим, чтобы у нас образовался какой-то ликвидный капитал, но это просто более надежно, чем когда вы только работаете, и живете от зарплаты до зарплаты, вы потихонечку откладываете деньги, откладываете деньги, и начинаете на них упражняться, что можно с ними делать, где, на каких площадках у вас появляется какая-то финансовая инфраструктура своя, аккаунты на каких-нибудь биржах, на самых персонажей, через брокера, на Мосбирже, потом когда-нибудь у нас ситуация в мире починится, можно будет снова открыть в каком-нибудь там Саксабанке аккаунт, купить себе какую-то еще акцию, либо на Санкт-Петербургскую биржу добавят Гонконг, то есть у вас появляется инструментарий, даже если вы играете с этим на 50 тысяч рублей, на 30 тысяч рублей, вы потихонечку учитесь, у вас просто начинает укладываться в голове, так, я купил вот это, вы, конечно же, ведете таблицу, потому что люди, которые не пользуются таблицами, они недоставлены иметь деньги, обычно, ладно, это шутка, но таблицы полезны, даже хотя бы какие-то записи, чтобы вы писали, что вы сделали, я купил вот это, что мною двигало, в чем была идея, почему я это сделал, потому что вы потом это забудете, 100%, даже если где-то кто-то вам сказал, вы где-то прочитали, то есть соображение, почему я купил, по какой цене вы это купили, потом вы пишете, когда вы это продадите, либо по какой цене, либо в каком случае, там поменяется тезис, ну что угодно, например, вы купили, вы решили, я куплю акции Роснефть, например, вот сейчас они подходят о цене, почему, потому что я тут что-то услышал на лекции, а когда их продам, когда нефть будет по 150 за баррель, это нормальный трейд, вы его записали, вы его осуществили, вы там заработали с 10 тысяч рублей, допустим, еще 3 тысячи рублей, либо не заработали, никто не знает, что будет, но это некий инвестиционный процесс, вот если вы себя к нему приучите, у вас, ваша собственная финансовая организация, она очень сильно скаканет вперед, по сравнению с тем, что было, это может быть не обязательно акции, я не агентирую ни за акции, ни за Мосбиржу, ни за Роснефть, я вам рассказываю просто в целом про подход, какой должен быть подход к собственным инвестициям, все надо записывать, конечно же, для того, чтобы денег становилось больше, а не меньше, в среднем, соответственно, для того, чтобы в будущем жить лучше, нужно владеть чем-то, что приносит деньги, и что у тебя, как правило, арендует, сейчас очень есть такая популярная штука, шевинг иконами, мы сами ее чувствуем хорошо, у нас здесь кардшевинг, у нас тут шевинг самоката, у нас аренда квартиры, вот это вот все на западе, это еще сильнее, то есть ничем не владеть, нас постоянно пушат какие-то рептилоиды злые, к тому, чтобы мы ничем не владели, а сами всем владеют, и сдают нам аренду, нужно перескочить в эту категорию, то есть если вы хотите, чтобы денежки капали, нужно, чтобы у вас что-то брали в аренду, нужно иметь побольше своего, сейчас такая тенденция, примерно, я забыл конкретную цифру, но она была довольно высокой, процентов 25 американской молодежи, что-то типа, не верила, или даже 40, не верят, что у них когда-либо будет свое собственное жилье, просто не верят, то есть они, скорее всего, они плюс-минус, как-то даже, может быть, чуть-чуть завышают свои шансы, скорее всего, больше, то есть у них, они понимают, что у них нет шансов, на то, чтобы у них было свое жилье, поэтому там общий нарратив, в СМИ идет о том, что вот, ну, вы не будете ничем владеть, вы будете счастливы, и вот про это, это такая тематика, многих-многих, замечательных рассказней, я лично считаю, что это не очень хорошо, что нужно участвовать в здоровом капитализме, а здоровый капитализм, это когда у тебя есть дом, семья, собака, машина, сел, поехал, все свое, и еще откуда-то деньги, там, ты работаешь, у тебя есть акции, доли в бизнесе, и все остальное, это гораздо ближе к богатству, чем вот я тут взял в аренду, там, прямо в Париж, тут посидел, все, такие люди за все это платят, обычно, тем людям, у которых дом, собака, и все остальное, к сожалению, поэтому я думаю, что вам, наверное, как творческим людям, это не очень все близко, но, может быть, вы хотите и в Париж, но мне кажется, что лучше все-таки чем-то владеть, хотя бы хорошим портфелем, из дивидендных бумаг, или долгов, российские компании неплохо платят сейчас, если вы хотите, кстати, мы в принципе успеваем с вопросами, это мы пропустим, это мы пропустим, да, важный момент для многих, я не призываю быть грустным, и отказываться от этих интересных, там, подработок, схем, проектов, и всего остального, я призываю прибыль с этих проектов, адекватную, запускать на построение собственного капитала, то есть купить там, предположим, я просто нафантазирую, вы работаете в студии Лебедева, у вас получается классный дизайн, там, сейчас идет, допустим, 20-й год, и какой-то блокчейн проект, предложил вам какую-то подработку, что-то сделать, допустим, вам это можно, я не разбираюсь, и вы что-то сделали, вам дали каких-то токенов взамен, деньгами решили не расплатиться, сказали, во, это будет классно, и случайно, что бывает редко, действительно оказалось, что это здорово, и токены выстроили, и вам упало хорошо денег, допустим, 100 тысяч долларов, чудо, NFT, допустим, был проект, у вас там какую-то лягушку вы нарисовали классную, про NFT вы точно все должны знать, знаете же про NFT, многие люди из ваших профессий заработали там довольно серьезные деньги, как они обычно рассуждают, так же, как и все обычные человеки, они думают, так, класс, я заработал 200 тысяч долларов, но в следующем году я как минимум 300 заработаю, ну, все пойдет плохо, ну, 100, ну, 100, ну, вот, и им кажется, что действительно, такими вещами можно зарабатывать, что это так работает, что, так просто наш мозг устроен, нам нравится, экстраполировать все, что угодно, нам так комфортней, ну, вот, как мы смотрели, как древние люди по двум точкам, мы всегда знаем, куда летит камень или птица по двум точкам, у нас какой-то там другой мозг может простроить график, вот всегда, это что ты, это я действительно прочитал в каком-то исследовании, что мы очень любим угадывать, что происходит, продолжать всякие разные линии, у нас это происходит автоматом, поэтому нам кажется, что то, что происходит, оно примерно так и будет происходить, плюс нам всегда кажется, что мы все поняли, Вот я-то все понял сейчас, вот в этом я разобрался. Если у нас что-то получилось, вот это эволюционное подкрепление, оно нас постоянно толкает продолжать, углублять, усиливать. Мы не можем себе признаться, что нам повезло, что на самом деле мы вытянули счастливый билет, один из 30 человек, вот только так может. Мы не можем с этим никак работать, просто как люди. Поэтому многие случайные заработки свои потом куда-то проматывают, тратят не на то, им кажется, что денег куча, потом денег, ну все вы знаете, что большинство победителей внутри проматывают все бабки. Как это получается? Даже которые заработали очень сильно много, ну заработали, выиграли. Все равно конец один. Поэтому я не говорю о том, что надо жить унылой жизнью под мостом в коробке из-под китайского холодильника и все откладывать. Нет, просто нужен какой-то план по тому, как сохранять деньги, чтобы вкладывать их в активы. И если возникают еще какие-то интересные проекты, из которых получились деньги, надо тоже с них постоянно откладывать в активы. Я действую строго вот таким образом. Где-то на каких-то бизнесах, там мы что-то делаем, стартапы, какие-то оппортунистические инвестиции, просто из моей среды. Сделали какую-то там отчаянную ставку на росте урана, например, в прошлом году мы хорошо заработали, купили акционы. Действия просто исходя из логики, что уран нужен, китай собирается избавляться от угля. У нас есть там зеленая повестка, экологи давят. Китай, скорее всего, захочет построить много атомных электростанций. Производителей угля мало. Вот есть в канадские производители угля, есть там в Казахстане, в Казатанпром. Вот мы с коллегами все всю эту тему обсуждали, обсуждали, сделали ставки, заработали, делим. Дальше я не буду думать, что я бог аналитики урана. И сейчас я отследую, сейчас я на кофе поставлю, ну что-то еще. Нет, я положу его в скучные умные акции. Куплю какие-нибудь, не знаю, какой-нибудь фонд недвижимости в США, который просто аренду тупо собирает со всех. Потому что я знаю, что скорее всего в среднем он будет тупо собирать дальше аренду, если мне нужна долларная доходность. Или что-то тут в рублях куплю. Посмотрю, полюс золота просел. Думаю, ну золото же нужно будет? Нужно будет. А может, само золото куплю. То есть вот не окрыляться какими-то успешными проектами, а постоянно-постоянно что-то складывать в свой портфель. Вот. Так, и мы с вами ускоряемся. Мы с вами ускоряемся. То есть, да, главное, что я вам еще не сказал по поводу активов. Надо, чтобы они приносили деньги. Это я сказал 88 раз, я еще скажу. И надо, чтобы у вас было положительное ожидание от изменения их цены. То есть, чтобы вы хотя бы примерно могли подумать, понять, что с ними что-то будет. Невозможно ничего угадать. Но если у вас будет диверсифицированный портфель из разных видов активов, или ваши активы по-разному раскиданы, это все не rocket science. Это все не настолько, я думаю, сложная работа даже как ваша. То есть, понять то, что не надо все деньги держать в рублях, но и не надо все деньги держать в долларах, это на самом деле очень просто. Почему-то люди все время пытаются сыграть эту игру и выиграть, а если у вас просто половина там, половина там, с вами ничего не произойдет. Вот это в целом подход к управлению активами. Вот на этом простом примере. И последнее, про что я говорил уже, наверное, весь день сегодня, весь час. Построение капитала это на 80% самодисциплина и на 20% знания. То, что мы вначале там рисовали. Главное это увеличить дистанцию. Не как ужаленный недельку побегать с этой идеей, что ты там придумаешь, а потом ай, забил. Это не спринт, это марафон. Вам надо просто выработать у себя постепенно хорошую привычку, правильно относиться к деньгам, к активам, собирать их, правильно их раскладывать, возвращаться к этому постоянно, где-то что-то новое узнал, где-то что-то посмотрел. И это будет давать долгосрочный эффект. И вы не поверите, какой это может дать эффект на протяжении 5-10 лет. То есть это самый надежный способ стать веселым капиталистом, у которого что-то есть. Понятно, что у нас там то специальная военная война, то еще что-нибудь там активы падают, активы растут, всякое бывает. Но хорошая новость состоит в том, что у вас совершенно нет другого выбора. То есть других способов разбогатеть, кроме как этим заниматься, ну никаких нет. Государство, к сожалению, так или иначе, даже если это не наше государство, там наши геополитические оппоненты, они все равно выжмут у вас из-под подушки все ваши бабки. Даже если вы их спрячете, они напечатают еще вашей бесценнице. Вы там понесете их не туда, а кому-то отдадите, все равно сумма зафиксирована, деньги постепенно таят. Инфляция у вас все будет забирать, поэтому у вас нет варианта только как по чуть-чуть начать этим заниматься, к сожалению. Но лучше вам про это сказать, наверное, чем не сказать. И это гораздо будет лучше происходить, если вы сюда в голове сделаете такую установочку о том, что вам нужно захотеть сколотить капитал. Вот именно не захотеть потратить капитал, потому что это не про то, а захотеть сколотить капитал. И начнете получать удовольствие от правильно принятых решений, чтобы вот такой фидбэк-луб создать, называемый. Что я что-то правильно сделал, я могу подождать несколько месяцев и не дергаться с этим. Я могу посмотреть на результат, проанализировать, сколько там моего участия, сколько там божьего проведения, еще что-то. Но это, во-первых, интересно, потому что сразу же решает кругозор. Посмотрел такие активы, посмотрел всякие активы, посмотрел такого брокера какое-то время. Сразу же начинаешь лучше понимать, что вообще в мире происходит, потому что все из-за баллов, даже крестовые походы из-за денег. То есть это, к сожалению, вот это вот мерило ценности, оно пронизывает абсолютно все. Многое становится более понятным из происходящего. Многие люди становятся более понятным. Соответственно, я призываю вас такого развить себе маленького скруджа Макдака, который будет постоянно хотеть чуть-чуть увеличить свои денежные средства. Про рынки мы много рассказывать не будем, потому что это слишком много. Ну и да, с линии это время. Я вам, бреда, тоже говорил, что время у вас всех есть. Если у вас, соответственно, будет соответствующий настрой, будете к этому относиться всерьез, то денег будет становиться больше и больше. Итак, перед вопросами приближимся еще раз. Как быть богатым мы с вами обсудили. Быть богатым или веселым кредитов должно быть, не должно быть, кроме ипотек. Расходов желательно иметь поменьше. То есть даже тупо, если вы вообще не откладываете ничего на черный день, а там статистика тоже какая-то очень поразительная, в том, что, ну, типа там, процентов 40 людей имеют денег до ближайшей зарплаты. Вот, и все, и так и живут, и типа нормально. Вот, с этим можно что-то делать, на самом деле. С сокращением расходов, на сокращенные расходы мы учимся покупать какие-то активы, хотя бы какие-то. Тут мы понимаем, что банки, брокеры, это не наши друзья, в любом смысле. Они все пытаются на нас навариться, заработать денег. Нужно разбираться чуть-чуть самому, что в ваших интересах. Вот, если есть какой-то продукт, который банк вам очень хочет продать, то, скорее всего, он не очень хороший. Потому что банку это супервыгодно на страховании жизни, разные IPO. Там сейчас, вот, например, вчера или позавчера банк «Точка» прислал всем своим клиентам, что что-то там будет с долларами, там, по чатам «Продавайте доллары, типа скоро у нас их там все отменить». Это все чушь, они просто хотят, чтобы вы продали доллары. Я вот, принципиально, в Альфе оставил сколько-то долларов. Я думаю, до скончания веков, даже с неотрицательную ставку введут, я хочу, чтобы они должны были мне доллары. Чтобы у меня лежали там хотя бы сколько-то долларов, хотя бы пять тысяч. И они пусть будут не должны. Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Потому что явно, ну, банк больше думает о себе. Ну и, соответственно, ваши лучшие друзья в этом смысле – это дисциплина и время. Вот. Спасибо. Вопросы? Получается? Давайте. Я в первую треть, наверное, лекции думала, что задам потом вопрос, как в нестабильной ситуации, тем более в нашей стране, распределять накопления, чтобы… Ну, много же примеров в истории, когда люди копили, и потом все это в пепел превратилось. Потом поняла, что, видимо, надо делить это на активы, доллары и рубли. И сейчас вот я еще… Во-первых, правда ли это? Это первая часть вопроса. А вторая – как такие умные, разбирающиеся люди в этом, как вы, рекомендуют? То есть в каждой зарплате есть какая-то формула 20-15-10% подкладывать и сразу делить их на третьем гнезда? Какая-то рубли, доллары и акции? Окей. По поводу первого вопроса. Очень часто действительно бывает, что люди теряют все деньги. В основном это самые незащищенные в экономическом и финансовом смысле люди. То есть либо происходит какой-то полный дизастер, либо действительно люди делают ошибки. Ну и бывает такое. И нам такие истории гораздо лучше запоминаются. Но есть, с другой стороны, есть такое понятие, как старые деньги. И есть Европа и Штаты. И мы видим, что многие семьи владеют там деньгами очень-очень много лет. Копят их, наращивают капитал, развиваются. То есть это не всегда бывает, что у всех обнуляется все бабло по какой-то волшебной формуле раз в сколько-то лет. Все зависит от того, как ты к этому относишься, как ты относишься к миру, где у тебя что разложено и, соответственно, от твоей инвестиционной политики. В любом случае, лучше заниматься этим, чем не заниматься. Ведь есть же шанс, что мы все и не потеряем. Тогда мы сможем с этим сделать что-то полезное. По второму вопросу. А можно где-нибудь? Да. В нашей стране все не потеряем. Я же не потерял. Потому что пока мало времени прошло. Во-первых, да, на большой дистанции. В принципе, мы все умрем, я вам могу гарантировать. То есть, что бы мы ни делали. А наша страна ничего не отличается в этом смысле от других стран. Потерять можно где угодно. Правил, как мы увидели за последнее время, вообще никаких нет. То есть у людей там отнимают и то. И это я вам целую кучу приведу исторических примеров, как где кого облапошили. Это тоже очень интересно. Я постоянно читаю всякие разные материалы на эту тему, чтобы понимать, что может произойти. Во-первых, всегда есть активы, с которыми очень сложно вас разделить. Например, золото. Например, серебро. То есть всегда какую-то часть портфеля людям, которые состоят на клиенте, я рекомендую держать в металлах. Физически дома в металлах? Да, вы можете купить слинышек, вы можете купить монетки, там победоносцы. Можно не выдают на руки? Нет, выдают, можно купить. Можно, например, на вызове вы отвезли? Можно, да можно. Можно, не знаю. У меня есть бумажное золото, у меня есть акции золотодобывающих компаний, они обычно ходят вместе. Я понимаю, что на случай полного краха всего это обнулиться, вот, есть криптовалюты. Но общие, я просто вам донесу общий подход. Чем более у вас разнообразные, но при этом качественные активы, тем меньше у вас риски, если они не скоррелированы. Мы можем обсуждать разную глубину дизастера, который может произойти для того, чтобы мы потеряли то или иное благосостояние. В конце у нас осталось золото и картошка, как бы, и все. Но я бы риски наступления такого события свел бы к минимуму. Они не очень большие. И для большинства людей будет достаточно иметь, там, к возрасту, там, 40-50 лет, какую-то недвижку, иметь какие-то акции, иметь какие-то драгметалы, иметь какие-то биткоины, что-то еще. Еще чуть-чуть раскиданные по сторонам акции, и обычно это будет супер-найс, сколько-то кэша. Очень сложно влипнуть при такой схеме. Плохо, когда вы все засунули в одно место. Еще хуже, если это пирамида финика, например. Но, как бы, в целом обычно влипнуть сложно с этим совсем. Сейчас, секундочку. Там был второй вопрос про сколько процентов. Это все зависит от вашего старания. То есть, вот, я за 3 недели похудел на 5 килограмм, просто не ел ничего. Вот не ел, вот пока, если мне уже плохо, я могу поесть. Еще тренировался каждый второй день. И это сработало. С деньгами работает точно так же. Вот если вы хотите прям по-настоящему, вы сколько можете, столько откладываете. Да и примерно можно так себя проверять. Нет, ну это уже вообще полный П, вот так вот экономить. Или нет. Если еще нет, значит нормально. Если уже край, ну вы сами себе ответите на этот вопрос. Тут нет какого-то рационального. Главное, чтобы это общая рабочая эффективность не снижало. Чтобы вы не чувствовали себя слишком плохо для того, чтобы заниматься вот обозначенными там вещами. Да, вот этими вот всеми. Еще вопрос. Какой суммы стоит заходить вообще в эти все инвестиционные дела? Потому что если это какая-то маленькая сумма, то, блядь, они тебе принесут какую-то реальную дорогу. А какой, от чего отталкиваешься? От 100 тысяч, 200 там и так далее. Сюда 100 тысяч рублей уже ок. Но я бы смотрел. Смотря как мы это делаем. Смотрите, процесс обучения вот этому всему делу, в начале, как в любом процессе обучения, мы будем получать очень-очень много информации, очень много знаний. Поэтому пока у вас не начнет хорошо получаться, вы не начнете примерно понимать, что вы делаете со своими деньгами, уйдет время. Чтобы за это время не потерять слишком много денег, пока вы просто делаете какую-то чушь, можете ошибиться гораздо больше, лучше использовать маленькие суммы. Соответственно, для того, чтобы потренироваться на кошках, как это говорят, можно завести 10 тысяч рублей на счет и начать нажимать кнопки. И это уже будет польза, и вы уже там заведете таблицу, и вы уже попробуете применить какую-то логику к этому и посмотреть результат. То есть, типа, супернадежная тема, это раз в месяц или там раз в две недели вы покупаете себе какую-то бумагу на долгосрок, на год, хотя бы на тысячу рублей. Вы выбираете, там, вот у вас будет два воскресенья в месяц, когда вам надо сесть и с какими-то невероятными усилиями посмотреть интернет, проанализировать, посидеть, подумать и принять решение. Вот тезис, вот решение. Я хочу поставить, вот на это пофигу, я поставлю 2000 рублей, я запишу, вот это будет срок. Через это вы через полгода уже научитесь работать со своими деньгами, со своим портфелем, у вас будет больше дисциплины, я вам просто обещаю. Если вы начнете, вот хотя бы что-то тратить, условно, там, по 6-8 часов в месяц на то, чтобы принимать какие-то институционные решения, даже если это маленькая сумма. И вам уже будет гораздо более комфортно через полгода работать с какими-то деньгами. У вас будет больше опыта, вы будете знать, куда нажимать, вы там будете знать, как себя ведет бумага, потому что пока вы вот этим не занимаетесь, натренироваться очень сложно. И вам будет гораздо легче общаться с людьми вроде меня или с работниками финансовой индустрии, к которым вы можете потом пойти, к кому-то брокеру. Вы хотя бы будете понимать, о чем он говорит, вы будете знать, что вы сами хотите. Я хочу акции, которые будут мне платить, я не хочу рисковать. Например, мне не надо, не знаю, Apple, мне не надо Amazon, потому что с ними непонятно что, они платят мало дивидендов, меньше 2%. Вот что вы можете сказать уже через этот опыт. И тогда вы воспользуетесь более качественно чужими услугами, понимаете? Еще вопрос? Был? Был? Нет? Еще есть? У меня супердилетантский вопрос. Давайте. По поводу всех инвестиционных приложений от банков, я, например, там покупаю какую-то акцию, я конечный владелец этой акции или кто владелец этой акции? Я ее купила, кто ее владелец? Вы владелец этой акции, просто она где-то лежит, то есть есть условно какой-то, ну уж понимаете, что это все циферки и таблички в компьютере, бумаг бумажных акций не лежит. Соответственно, там написано, что вы владелец этой акции, некоторые таблички в каком-то расчетном центре. Вот эти вот весь текущий геополитический замес по поводу того, что у кого-то что-то заблокировали, он весь, с чего он учился? У России заблокировали золотовалютные резервы, потому что табличка у кого сколько в мире долларов находится в Штатах. Соответственно, там можно нажать галочку, заблокировать и все. И ты ничего с этим не делаешь. Мы в ответ заблокировали всех нерезидентов, которые владеют российскими компаниями, потому что на российской бирже был когда-то выпуск акций в свое время размещения. И, соответственно, табличка о том, кто чем владеет в условной Роснефти, и кто там у нас в России зарегистрирован, там 2000 компаний, он находится у нас. Мы можем просто всех американцев и иностранных фондов, и фонды даже наших соотечественников, но которые им корпорированы за рубежом, мы их просто заблокировали и все. Вот у нас все заморожено. Речь все про эту табличку. И, соответственно, акции ваши, но унести вы их с собой домой не можете. Вы можете сделать распоряжение, чтобы их перевели в другой банк. И сейчас это даже как-то работает, потому что всем эту группу понадобилось. Все, а мы как понимаем, что это звучит? Ненадежно. А что надежно? А деньги, которые у вас на банковской карте, это тоже не ваши деньги? Это тоже где-то записано, да? Нет ли риска, что типа розничных инвесторов так забанят? Ну, то есть тут тоже... На западе. Да, просто скажут, что все, кто у кого гражданство России и Гелоруссии, просто вот мы их не учимаем. Есть. Есть такой риск. Он не сильно велик, на мой взгляд, потому что, во-первых, это никому не выгодно, не дает вообще никаких бонусов. И в целом мы относим его как к категории маловероятных. Но, как показали последние года три, может быть, все, что угодно в этом мире. Мы сегодня все смотрели, как Мэнси Пелосин. Да. Да, Мэнси Пелосин. Да. То есть что угодно можно ожидать, поэтому надо быть готовым к тому, что какой-то западный брокер может у вас наложить запрет на бумаге. То есть я не думаю, что это будет одномоментно. Даже если это произойдет, брокеры, они, как правило, во-первых, они же занимаются бизнесом, они зарабатывают деньги. То есть для них важно, чтобы к ним относились нормально. Если ты возьмешь всех россиян и белорусов, вычеркнешь, у тебя арабы и китайцы завтра заберут свои бабки. Поэтому для них это невыгодно. И, по крайней мере, крупные, хорошие брокеры вроде Интерактив, они так нежно относятся все-таки к клиентам. Даже когда санкции ввели на Сбер и на все остальное, на Альфу, они сказали, вот, ребята, санкции у вас месяц, чтобы вывезти свои деньги. Месяц, пожалуйста, отправляй. То есть я не думаю, что там заберут и все, сразу же без права куда-то что-то перескались. Вот, вот, продайте, можете увезти куда-то деньги и так далее. А там, разве, никакие ограничения не проводили? Там ограничения, что нельзя, например, европейские бумаги сейчас покупать россиянам, вот эти ограничения есть. Но при этом европейские бумаги, которые у меня есть, у меня все еще есть, меня никто не заставил продать, у меня все еще есть. Их или не можно? Продать можно, да, их купить нельзя. Вот, а или можно владеть ими, то есть они, они нас не выселили из них, например. А с Америки вообще нет проблем, покупай, продавай, что-то еще делал. А можно еще тут тоже такой глупый вопрос? Да. История просто купить акции и задать про них не работает, да? Работает. Ну, то есть надо, смотря какие, все сложно. История про заказать логотип и забыть, она работает? Пример такой же вопрос. То есть как бы как-то работает, как-то не работает. То есть в целом обычно большинство розничных инвесторов, они ведут себя плохо и делают сами себя хуже. То есть в большинстве случаев купить и забыть работает лучше, человек постоянно дергается и что-то делать. Но если это упаковать в одно предложение. А так, конечно, лучше понимать, почему мы купили, что хорошего в компании, что нам нравится. Адекватный менеджмент, отсутствие там токсичных акционеров, хорошая отчетность. Чтобы мы понимали, почему мы купили, почему мы ее держим и в каких случаях мы ее продаем. То есть это такой подход, в принципе, доступный любому человеку с логикой. И там значительному человеку этим всем можно позаниматься, особенно если вы следите за несколькими всего компаниями. Но вариант разобраться сейчас, один раз купить, и если ничего прям сверхъестественного не происходит, не трогать, он довольно неплохой. И какой вопрос, когда вы в этой всей схеме появляете дома, машины и звезды? Когда ты постоянно-постоянно... Ну, во-первых, рано или поздно повезет, акции подорожают. Мы стараемся купить за дивиденды, но вот, например, сейчас невероятно шикарная возможность для того, чтобы купить себе целую кучу дешевых активов. Все бизнесы заняты тем, чтобы купить конкурентов за 15%. Все там сберствуют какие-то копейки, все сильно подешевело. И, например, если бы вы к этому моменту подошли с большим объемом кэша или с каким-то объемом какой-то ликвидности любой крипты, которую можно продать, сейчас поменять, завести на брокер и купить. Все, вы на ближайшие 10 лет переуполнили все планы. Потому что, скорее всего, вы сделаете плюс 1000%, потом продадите половину и купите себе дом или что вы там хотите. То есть, это работает в надежной схеме примерно так. В целом, надо понимать, что такое сложный процент. То есть, если мы зарабатываем по 20% в год на каких-то наших бумажках, то это будет космос через какое-то время и можно что-то продать. Плюс, хорошая новость. Есть такое сообщество людей, которые хотят 35 лет идти на пенсию. Я, типа, до 35, да, на кого учу деньги, я считаю, это полный обредятель. Но надо и работать все время, еще как можно больше, еще постоянно инвестировать. Вот тогда и вообще хорошо получается. Нет ли риска, что наш рынок просто на себе, там, забыл пузырь, где грузы, 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 грузы. Говорят, прекрасно. Нам надо, как Байфет говорил, про пузыри или какой-то тоже такой же человек опытный. Я стараюсь на участвовать, как можно раньше. Если я вижу пузырь, я уже там. Соответственно, если мы правильно инвестицировали пузырь, мы на нем, скорее всего, так и будет. Действительно, через какое-то время что-то устаканится, деньги закрыты в контуре, бесконечно дома покупать не будешь, люди понесут деньги на фондовый рынок российский. Поэтому я планирую оказаться там вовремя, собственно. Ну, я уже частично там, но, условно, это все не так плохо, потому что почему у всех есть по пузырю на фондовом рынке? У России нет. Пусть у нас тоже будет пузырь, пусть мы тоже заработаем. Еще вопрос был. Да, да, ну ты говоришь, что ты считаешь, что, Андрей, как будто бы ты про это как раз говоришь, раз работать, вкладываться, сокращать и вкладываться в весь паер. Вот, у меня вопрос, несколько вопросов. Первый из них, есть ли какой-то смысл вкладываться, вкладываться там, просто, каких-то процентов от зарплаты, еще что-то, когда тебе, условно, 20, и в целом, так как ты растешь как специалист быстрее, там, твоя зарплата растет как специалиста быстрее, чем твои доходности перекрывают от твоих инвестиций? То есть, какой смысл вкладывать маленькие суммы, когда ты растешь как заплатят? Ну, во-первых, это totally up to you, то есть, если тебе больше нравится заниматься капиталом, наращивать его, инвестировать, это дает тебе опыт и удовольствие, конечно, этим стоит заниматься. Если это тебя бесит, и ты не хочешь этим заниматься, то заниматься этим не стоит. Это первое. Второе, почему бы не расправлять эти два процесса? Ты же растешь как специалист, у тебя растет зарплата и опыт, и ты тут еще что-то где-то отложил, что-то где-то осталось. Плюс, я начал нормально инвестировать, вот где-то, да, может быть, 27, сейчас мне 34. И вот эти 7 лет compound interest сложного процента, они бы прямо мне дали го-го-го. Если бы я еще в 20 лет работал в студии лебедя, конечно, у меня была бы зарплата нормальная. То есть, это прям хороший буст, поэтому я бы не списывал со счетов возможности, там, отложить какой-нибудь 100 тысяч рублей в год, дать им полежать, а вдруг это будет опять миллионов через 10 лет, которые тебе пригодятся. Почему бы нет? Еще есть вопросы? Давай еще. Какая-то доходность, как тебе кажется, хорошая сейчас для России, ну, если придется, к сожалению, брать нашу ситуацию сложнующуюся, для каких-либо спекулятивных решений, то есть, если там, пытаешься в спекуляцию, либо если не пытаешься в спекуляцию, на каких-то более-менее надежных компаниях, но я говорю, а не про акции, не про инфляции. Да, ну, я понял. Чтобы бежать быстрее вот этого паровоза инфляционного, надо иметь, соответственно, минимум 20%. Потому что, я думаю, реальная инфляция в России сейчас примерно 20%. То есть, мы, если даем кому-то в долг, или если мы покупаем какие-то там облигации, таких, скорее всего, нет, потому что там рискованно, 14, наверное, дают. Надо ориентироваться на то, что в год надо зарабатывать 20%, чтобы просто оставаться на месте, пока инфляция не утихомирилась. Она станет нормальной, там, через какое-то время, но примерно такая доходность нам нужна. С другой стороны, все так обвалилось, что можно и 100% заработать в год, если купить что-нибудь, что плохо лежит. Но это визит. Мы не можем давать инфляционных рекомендаций. Обычно все, что все продают в ужасе, когда им не нравится, что происходит с дивидендной политикой и со всем остальным, что я думаю, что с российской нефтянкой все будет хорошо, когда-нибудь все будет хорошо, с условным Сбером, ну, просто вам вот поделюсь логикой, как может не зарабатывать деньги компания, которая обслуживает всех в России, по всем фронтам, как она может не зарабатывать. Государство так или иначе старается выкачать деньги обычно через дивиденды. Есть немного хороших финансовых решений, прям фундаментальных, которые сделала Россия для себя. Одно из них, получать с компанией, даже в государстве, деньги через дивидендный механизм, чтобы мы с вами тоже могли в этом поучаствовать. И до некоторых пор иностранцы. Вот, соответственно, государство все равно будет качать дивиденды через Сбер. Я думаю, со Сбером все будет хорошо. Это, опять же, не инвестиционная рекомендация. И смотрите любые устойчивые бизнесы, которые никуда не денутся. Все, что связано с газом, с нефтью, рано или поздно, оно все отскочит, будет гораздо дороже. Соответственно, в процентном соотношении дивиденды будет меньше. А компании, как мне кажется, зарабатывают. Вот что-то такое не нравится. Давайте последний вопрос. Ой, здорово. Но у меня два. Но мои быстрые. Первый, первый, что я быстро. Я понимаю, что ты инвестируешь не через российскую компанию. Потому что у тебя, ну, N- количество, типа, дубай. Нет, я могу объяснить. Российские бумаги я владею через Альфу. Через Альфа-брокеры. Да. Потому что это надежно. Зачем? Сейчас вот те, у кого расписки, они все их лишились. Соответственно, иностранные компании у меня через Interactive Brokers. А крипта у меня через фонд и просто через Физик. Я стараюсь это все так же раскидать, потому что моя работа состоит в том, чтобы заниматься рисками, думать о том, что может пойти не так. Вот много чего пошло не так, но мы практически нигде не потеряли в инфраструктурном смысле. И ничего не мешает вам делать так же. И второй вопрос, касаясь на Московской бирже, но очевидно, наверное, доследишь, что там происходит в последние несколько месяцев. Скажи, пожалуйста, на твой личный взгляд, то, как она сейчас поступает и то, как она может поступить, когда у тебя много шартов ломутся, она просто ебнет, если сразу все откроет. Какой правильный, как бы, путь в данной ситуации при открытии полномерном или неполномерном пирсе? Не очень понял. Вопрос, имеешь в виду, что может ликвидировать, потому что выросли требования по обеспечению? Или как? Нет, ну, то есть, когда она полностью закрыла все операции. А, я понял. Когда, ну, это не Мосбиржа, это, скорее, центральный банк, например, заплетел шарты, да? Или всячески. Но они все равно через там, ну, в версии 1 сбережут. Да, политика центрального банка обычно, ну, государство в целом минимизировать дэмэдж, которые получат ритейл-инвесторы. То есть, если они смотрят, что ребята типа меня придут и шартами начнут и всех выкачивают бабки, они просто запрещают шарты, например. Если они видят, что кого-то может сильно поликвидировать, они пытаются заставить иметь больше обеспечения. То есть, они всячески пытаются вот на это надавить. И в целом, они нам не враги в большинстве своем. То есть, они действуют в наших интересах. Другое дело, что вся игра устроена так, что практически невозможно соблюсти, чтобы все вели себя нормально. И каждый банк, каждый брокер старается по максимуму выжать от клиентов, потратить там поменьше денег, тут перекредитоваться, там заработать 3%, взять какой-то леверч. И получается, что иногда получается плохо в большинстве случаев. Но я бы просто не рекомендовал заниматься прям трейдингом, лунги, шарты и все такое. А больше покупкой себе бумаг куда-то в карман про запас. Я больше про это, на самом деле. Поэтому, может быть, я даже не понял, о чем ты говоришь. Все, тогда спасибо вам. Спасибо.